В сентябре 2004 года. Получается довольно таки странная картина. Кулаев и его защитник Секоев, который осуществлял его защиту на тот период, следователи в сентябре 2004 года знакомят моего подзащитного с назначением, вернее, ознакомят уже с экспертизой, которая будет только назначена в октябре. Органами предварительного расследования не было проведено такое следственное действие, как проверка показаний на месте, которая, на мой взгляд, являлась очень важной. И в ходе ее проведения на свет могли появиться новые факты о действиях или бездействиях моего подзащитного в период времени с 1 по 3 сентября 2004 года. Считаю, что следствие должно было снять смывы с рук Кулаева при его задержании 3 сентября 2004 года и назначить экспертизу на наличие на его руках частиц пороха. Данная экспертиза могла бы опровергнуть или подтвердить предположение обвинения о том, действительно ли мой подзащитный производил выстрелы с оружия или нет. И повторюсь еще раз, это не единственные нарушения и недочеты органов предварительного расследования. Органами предварительного расследования действия, считаю, что действия моего подзащитного были квалифицированы неверно. Так Кулаеву инкриминируется участие в устойчивой вооруженной группе, банде или в совершении и совершении ее нападения. Из обвинения следует, что в соответствии с заранее разработанным планом Басаев, Масхадов, Хаджиев, Абудзейд и другие в августе 2004 года для реализации преступных намерений для совершения на территории Республики Северная Осетия Аланья акта терроризма из членов банд сформировали устойчивую вооруженную группу. Банду в количестве более 30 человек, состоявшую из жителей Чеченской Республики, Республики Ингушетия и других субъектов Российской Федерации, а также иностранных наемников. Осуществлялись меры по обеспечению банды вооружением, транспортными средствами, организована система финансирования, вовлечения новых участников. Для осуществления операции членами банды руководства руководство было возложено на Хучбарова Руслана. Также в августе 2004 года на территории Республики Ингушетия в состав устойчивой вооруженной группы вошли Кулаев, Нурпаша и так далее. Уважаемые участники судебного заседания, а что же такое банда? Банда – это устойчивая вооруженная группа лиц, квалифицирующими признаками которой соответственно являются вооруженность и устойчивость группы. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации о практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм от 17 января 1997 года под устойчивостью следует понимать стабильность состава группы, тесную взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений. Как показал сам Кулаев, в лесной массив в окрестностях села Пседах Молгобекского района республики Ингушетия 31 августа 2004 года попал случайно, так как его старший брат Кулаев Ханпаш забрал его с собой, не ставя его в известность куда и зачем они едут. По прибытии в окрестностях селения Пседах Кулаева Нурпашу с находившимися там людьми никто не знакомил. Его никто не ставил в известность, что на следующий день люди, находившиеся там, едут захватывать в школу в республике Северная Осетия Аланья, именно в городе Беслане. Моему подзащитному никто не расписывал его роль в участии захвата школы. И основное, оружием его никто не обеспечивал. И как пояснил мой подзащитный в ходе допроса в качестве подсудимого, он должен был ехать домой, но его не отпустили. Причину он и сам узнал потом. Там, в лагере, в лесном массиве находился Шамиль Басаев. И он, Кулаев, мог обнародовать местонахождение Басаева. Уважаемый суд, признаками банды являются устойчивость и наличие оружия. Если мы обратимся к материалам данного уголовного дела, собранными как на предварительном расследовании, так и в ходе судебного заседания, то видим, что данное обвинение не нашло своего объективного подтверждения. Был допрошен ряд свидетелей, которые указывают на данный факт. Допрошенное в качестве свидетеля Зарема Мужихоева показало, что какое-то время проживало в одном доме с Кулаевым, Мурпашой. За это время она никогда не видела моего подзащитного оружия. Никаких неправомерных действий за этот период он не совершал. Со слов свидетеля, Кулаев, единственный проживавший в данном домовладении, исповедовал традиционный ислам. На показания Мужихоевой Заремы ссылалась уважаемая сторона обвинения. При этом как-то выборочно были использованы показания свидетеля, а именно были взяты некоторые фразы без донесения общего смысла. Так на вопрос, был ли Кулаев участником банды, она однозначно ответила нет, добавив, что в банде состоял его старший брат Ханпаша. Хотя в ходе предварительного следствия показывало, что Кулаев был в банде Басаева. Мужихоева пояснила, что все проживавшие в данном домовладении были для нее басаевцами. И подтвердила, что это ее субъективное мнение. Что кто бы не проживал там, для нее все они состояли в банде Басаева. На вопрос, заданный свидетелю, кто-нибудь финансировал Кулаева, она пояснила, цитата, а кто он такой, чтобы мы платили. И это еще раз подтверждает тот факт, что Кулаев не состоял ни в какой устойчивой вооруженной группе банде. Также в ходе судебного заседания был допрошен в качестве свидетеля Ганиф Руслан, который тоже показал, что проживал у Кулаева дома в селении Ингиной. Отношения к боевикам Кулаев не имел. Дома у Нурпаши оружия не было. Судом также был допрошен в качестве свидетеля директор управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по республике Ингушетия Коряков Сергей Борисович, который занимал данную должность 17 января 2003 года. А кто как не директор располагает всей оперативной информацией и осведомлен обо всем происходящем в веренной ему территории. На вопрос свидетелю Корякову был ли Кулаев связан с боевиками, состоял ли в каком-либо вооруженном формировании и находился ли мой подзащитный в оперативной разработке свидетель Коряков пояснил, что не помнит данного факта. Однако при этом добавил, что старший брат Нурпаши Ханпаш действительно состоял в незаконном вооруженном формировании. При этом пояснил, когда и с кем. И что даже какое-то время Кулаев Ханпаш был в розыске. Также свидетель Коряков рассказал о ряде лиц, которые находились в школе номер один города Беслана 1-3 сентября. И опять же повторюсь, ни слова о Кулаеве Нурпаши. А не свидетельствует ли данный факт о том, что мой подзащитный действительно никогда не состоял в устойчивой вооруженной группе. Более того, хочу и добавить тот факт, что за время проживания на территории Ингушетии мой подзащитный ни разу не имел привода. Считаю, что обвинение в части статьи 209, а именно в бандитизме, не нашло своего объективного подтверждения. Следовательно, действия Кулаева следует разграничить от действий банды, захвативших заложников в школе номер один города Беслана и квалифицировать их отдельно. К Кулаеву также предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в терроризме, совершении взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинении значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях, совершенной организованной группой, либо повлекшей по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Терроризм подразумевает под собой активные волевые действия. Виновный осознает, что создает опасность гибели людей, ущерба. При этом он предвидит наступление общественно опасных последствий и целенаправленно стремится к этому. Следствием установлено, что в момент взрывов Кулаев не находился в спортзале, а был в помещении школьной столовой. Данный факт подтверждают потерпевшие, в частности Бегаева Светлана Тимбулатовна, которая показала, что, цитата, «видела в столовой, он сидел рядом с нами, оружия у него не было, в светлой футболке. До столовой я его не видел. Он был там, в столовой, а не зашел». То есть все это время мой подзащитный находился в помещении столовой. Следовательно, Кулаев не мог привести в действие взрывные устройства. Допрошенный в качестве свидетеля Гоглоев Андрей Заурович, начальник инженерных войск, в квалификации и профессионализме которого никто не должен усомниться, показал, что все взрывные устройства приводились в действие только в спортзале. Во время взрыва в зале находилось свыше тысячи человек, и нет среди них ни одного человека, который в той или иной степени не пострадал бы от взрывов. Уважаемые участники судебного заседания, а не странным ли кажется тот факт, что у Кулаева не было ни одного телесного повреждения, ни одной царапины, ни одного синяка. Было установлено, что взрывные устройства, установленные в спортзале школы номер один города Беслана, имели радиус поражения 200 метров. При срабатывании вышеуказанные устройства причиняют вред каждому, кто находится рядом. Они неизбирательны и поражают всех. У Кулаева нет ни одного осколочного ранения, что подтверждает этот факт, что мой подзащитный не имеет никакого отношения к взрывам в спортзале. Более того, и сегодня остается открытым вопрос о происхождении первого взрыва, так как многие потерпевшие утверждают, что первый взрыв был спровоцирован извне и явился большой неожиданностью и для самих людей, которые захватили заложников. Уважаемый суд, Кулаев также обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в убийстве умышленном причинении смерти другому человеку, двух или более лиц, лица заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а ровно сопряженного с похищением человека или захватом заложника. Совершенная с особой жестокостью, совершенная общеопасным способом, совершенная группа лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованной группой, из корыстных побуждений или по найм, а равно сопряженная с разбойным, вымогательством или бандитизмом. Из обвинения следует, что примерно в 9 часов 15 минут 1 сентября 2004 года Кулаев и остальные прибыли к школе номер 1, расположенной по улице Коминтерна в городе Беслане, где в это время учащиеся их родители, учителя и приглашенные лица, в том числе и дети дошкольного возраста, собрались до проведения торжественной линейки по поводу начала нового учебного года. Используя имеющееся огнестрельное оружие, то есть применяя на силе, опасное для жизни и здоровья окружающих Кулаев и другие члены банды поместили захваченных граждан в помещении спортивного зала школы. Для подавления воли заложников и сопротивления к побегу из школы члены банды Хучбарова, в том числе и Кулаев, используя огнестрельное оружие совершили убийство 17 граждан, находившихся в помещении средней школы номер 1. 3 сентября примерно в 12 часов неустановленные участники банды привели в действие два самодельных взрывных устройства, установленных в помещении спортивного зала. При попытке части заложников покинуть помещение средней школы номер 1, Кулаев и другие члены банды произвели множество выстрелов из имеющегося огнестрельного оружия в заложников, сотрудников МЧС и граждан, оказывающих помощь в освобождении заложников. В результате преступных действий 330 граждан погибло, остальные получили повреждения на различной степени тяжести. Давайте разберем доказательства, собранные в ходе следствия, а в частности показания потерпевших, именно Ханаевой Али Аслановны, которая показала, Кулаева в числе отбиравших на расстрел не было, оружия у него не было. Он просто стоял у выхода, потом далее боевики, которые были в столовой, не стреляли, стреляли с улицы и закидывали гранаты. Показания потерпевшей Дзейбисовой Светланы Борисовны, а в частности, часто в зал не заходил, как стрелял не видела. Показания потерпевшего от Сагулаева Нас завели в столовую, оружия у Кулаева не было. Он сказал, что никого не убивал. Показаниями Светловой Татьяны Валентиновны в столовой оружия у него не было. В зале его не видела, а в столовой говорил, что не виноват. Показаниями Бегаевой Светланы Тимбулатовны видела его в столовой, он сидел рядом с нами, оружия у него не было. Данный факт подтверждает и сотни потерпевших допрошенных в ходе судебного заседания. В своем выступлении уважаемый гособвинитель сослался на показания Дзарасова Казбека Хаджимуратовича как наобличающий моего подзащитного и опять же как-то выборочно упомянув о том, что Дзарасов видел Кулаева на втором этаже, где расстреливали мужчин. Но не продолжил слова Дзарасова, а именно Кулаев как убивал я не видел. Никто из сотен допрошенных потерпевших ни один не показал на Кулаева как на лицо совершивший умышленное убийство. Кулаеву меняется умышленное причинение смерти 330 человеком. Из них 116 человек сгорели, а истинная причина смерти не ясна. То есть погибли они в следствии пожара или иной причине не установлено до сих пор. Также следствием ни судом не установлена причастность Кулаева к пожару. Следовательно, из этого всего следует, что Кулаев не совершал преступление предусмотренное частью второй статьи 105 то есть умышленное убийство и его действия также не попадают под статью 317 то есть покушение на сотрудников правоохранительных органов при исполнении своими служебными обязанностями. Также моего подзащитного обвинят в незаконном приобретении передачи хранений перевозки ношений оружия совершенной организованной группой. В ходе судебного следствия были допрошены ряд свидетелей и исследованы все письменные доказательства. Считаю, что сторона обвинения не предоставила каких-либо доказательств подтверждающих причастность моего подзащитного к инкриминируемому преступлению. Статья 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гласит, что при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию события преступления, время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления. Органами предварительного расследования вообще никак не было установлено, когда, где, при каких обстоятельствах и у кого Кулаев приобрел оружие. Еще хочется остановиться на том факте, что уважаемое гособвинение сослалось на показания Кулаева, на первичные его показания, где он подтверждает свою вину. Однако, как выяснилось, и это подтвердил самый подзащитный, первые показания он давал под давлением. Если вспомнить показания потерпевшего Зарасова, который давал показания в ходе судебного заседания, он показал, что на него в ходе предварительного расследования оказывалось давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. Но, уважаемые участники судебного заседания, если оказывалось давление на потерпевшего, то где гарантии того, что мы под защитный говорительный правду, и на него также не оказывалось давление. И в заключении прошу, уважаемый суд, дать объективную оценку действиям Кулаева. Прошу внимательно взвесить все представленные доказательства дать оценку показаниям моего подзащитного и прошу уважаемый суд вынести справедливый приговор. Я предоставляю последнее слово подсудимому. Одновременно в стороны предупреждаю, что при последнем слове никакие вопросы к подсудимому не задаются сторонами. Пожалуйста, подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Микрофоном четко, внятно, пожалуйста, что вы просите суд? подсудимый. Судья, я хочу сказать, как я знаю, что такое потерять близких людей, человека, соболезнования сказать всем потерпевшим. Я сам потерял... я сам как знаю, что такое потерять близкого человека, я хочу первое сказать соболезнования всем потерпевшим. Я сам потерял 8 человек за 6 лет с родственников. Я это очень хорошо знаю. И зашед свою вину, которая мне говорит, признаешь, не признаешь, я себя не считаю виновным никакой. Ни одного смерти, ни ребенка, ни человека, ни один капля крови, я себя не считаю виновным. И там я за собой ничего не чувствую по-габе, что это вину. Если я такой, как говорил обвинение прокуратура, если я такой террорист, боевик, я не знаю, до Беслана ни одно преступление, ничего мне не доказано нигде не будет доказано. И так я себя не считаю виновным на это. а тот, кто виновен на это, пусть они сами будут признать свою вину, когда будут пойманы. Я не знаю, навряд ли это будет. я не знаю, если бы я знал, они давно уже здесь сидели. не знаю, не знаю, не знаю, и на счет того, что давал первые показания, это, если... Показания первые, которые я давал, я это давал от давления от любой человек может знать. Но два месяца я вообще не встал на ноги нормально. Четыре месяца, как меня били, и не смогли ничего осознать от меня, закрыли дело. Если у меня было бы что-то обвинять или преступление какое-нибудь, они не закрыли бы дело. Как знали, что у меня нет ничего, они сразу закрыли дело. И до 2004 года, до Беслана, меня нигде бункер никто не держал, чтобы я не сделал никакие преступления, реакции. Если я это сделал в стороне обвинений, нету ни одного доказательства до Беслана. Десять лет задержания боевиков, ни одного человека нету, что показывают. У меня оружие видел, или где-то лесу видел, даже гражданское не с оружием. Нету никакой доказательства. Мне это не интересует, чтобы знала прокуратура. мне это просто я хочу, чтобы это знал потерпевший, а не прокуратура. В общем, у меня нет вопроса. Все? Да. Что выздоряется в завещательную комнату для постановления приговора? О времени и дате оглашения приговора стороны будут извещены дополнительно. ДИНАМИЧЕСКИЕ 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 Что ждали? Что ждали? Спасибо. Спасибо.